Здравствуйте, меня зовут Виноградов Станислав Владиленович, я доцент кафедры общей физики МФТИ. Сегодня мы проводим для вас консультацию по теме электричества и магнетизм для поступающих в магистратуру МФТИ. Мы рассмотрим несколько задач разной сложности при поступлении на контрольные вы встретитесь с задачами разной сложности и задачи которые мы сегодня рассмотрим давались на олимпиадах магистратура МФТИ и на олимпиаде профессия профессионал и конечно еще на письменном вступительном экзамене мы начнем с темы потенциальное поле первая задача достаточно простая она давалась на заочной олимпиаде магистратуры физтеха 16 года условия у нее следующие есть две концентрические металлические сферы известно что их заряды положительные потенциал одной из них 12 вольт потенциал другой 20 вольт эти сферы соединили внутри проводящей проволочкой требуется определить какими стали потенциалы относительно бесконечно удаленные точки в этих стен прежде всего стоит обратить внимание что в условии не сказано у какой именно сфер потенциал больше а у какой меньше собственно какая сфера под номером один какая под номером два но это легко сообразить потому что если заряды положительные то направление поля как вне внешней сферы так и между сферами направлено по радиус вектору поэтому потенциал внутренней сферы больше потенциала внешние значит едва относятся к внутренней сфере и один к внешней что произошло после того как мы соединили эти сферы проводящей проволочкой поля между сферами обратилась 0 их потенциалы должны сравняться если этого не произошло то по проволочке пойдет электрический ток значит по-прежнему ситуации не стационарно но если электрический ток прекратился значит потенциал и сфер сравнялись теперь все один штрих равно фи 2 штрих как определить их величины нужно вспомнить теорему гаусса естественно мы предполагаем что поступающим магистратуру мфты и узнают по этой теореме поля вне заряженной сферической поверхности есть заряд этой поверхности выделить на радиус вектор это по модулю если я захочу на r квадрат естественно если я захочу записать это вектором виде мне придется еще сделать до множить на единичный вектор коллинеарный радиус вектору при этом это поле не зависит от того как внутри этой сферы распределен этот заряд значит поле вне внешней сферы у нас не изменилось и потенциал внешней сферы не изменился и так у нас есть два вывода поля вне внешней сферы не изменилась значит потенциал внешней сферы не изменился а потенциал внутренней сферы сравнялся с потенциалом внешней понятно теперь что отсюда следует что оба этих потенциала равны потенциалу внешней сферы который был до того как я их соединил проволочкой значит фи 1 штрих равно фи 2 штрих равно и 1 равно 12 вольт это и есть ответ нашей задачи